МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Александрович, прошлый год был для экономики Чуваши, России и, скажем, для мировой экономики в целом, не самым простым, не самым легким. Тем не менее, ваше предприятие не только удержалось на плаву, но и вошло в число предприятий-лидеров республиканской экономики. За счет чего, в чем заключалась, может быть, подушка безопасности или на какой фундамент вы опираетесь? Действительно, для страны, для республики год был непростым, но для нашего предприятия, к счастью, он был самым удачным, как мы оцениваем, за всю историю с 90-х годов. За последние 25 лет рыночной экономики ИЛАРа просто вышла на пик. По выручке мы вышли на уровень 7,3 миллиарда рублей, это на 25% превышает объемные показатели 2013 года. Ну, я бы сказал, просто они потрясающие. Мы традиционно уже работаем по двум основным направлениям, можно так сказать, по двум основным заказчикам. Это Министерство обороны и ООО РЖД. И по обоим этим направлениям мы добились неплохого роста. По РЖД не очень простая ситуация, поскольку пошел все-таки секвестр инвестиционной программы по российским железным дорогам. Это сказалось на том, что начали закупать меньше подвижного состава, меньше станционного оборудования. И в конечном итоге отразилось и на нас. Но за счет вывода на рынок новых продуктов, в частности от системы АБЦТ-МШ, которую мы недавно презентовали на конференции НПОПЖТ, которая проходила у нас на предприятии в нашей республике. Нам удалось уровень по гражданской продукции поддержать на уровне 2013 года. Хотя так бы был бы спад, конечно. То есть здесь за счет нового продукта нам удалось удержаться. А по Минобороне мы все видим, какая ситуация в мире складывается. Если у тебя мало сил или ты плохо защищен, ну с тобой просто перестают считаться. Поэтому закупки вооружений, военной техники в нашей стране, ну они ежегодно нарастали. Ну а в этом году они уже вышли на некий определенный уровень, который будет, я думаю, поддерживаться на протяжении следующих двух-трех лет. Может быть и до 2020 года. Но в ближайшее время должна быть удержана новая госпрограмма вооружений в Российской Федерации уже на период 2020 и последующих годов. Ну и там посмотрим, что же планируют закупать нашей армии. Андрей Александрович, сейчас очень много говорится об импортозамещении. Какую нишу вы готовы уже сегодня занять на отечественном рынке? Мы активно работаем в области импортозамещения по тем, которые мы, собственно, производим. Не везде мы работаем с отечественной элементной базой, с отечественными материалами. И если раньше мы находились в ситуации, когда курс рубля к доллару был на относительно невысоком уровне, то есть рубль был крепкий, мы сопоставляли просто уровень стоимости импорта и стоимости отечественных материалов. Ну и когда смотришь, цены сопоставимые, иногда там отечественное сырье и материалы даже выше, ну ты склоняешь в сторону импорта. Сейчас мы находимся в ситуации обратной. Рубль значительно девальвировался, и нам просто интересно стало покупать российское. То есть вы готовы воспользоваться этой ситуацией? Да, есть определенные технические трудности, временные. Так просто вот начать завтра производить технику на другой элементной базе с применением других материалов невозможно. Но на это нужно время объективно, нужно проводить испытания новой техники, новой комплектации. Значит, мы этими вопросами занимаемся и по линии военной авиации, то есть и по линии ОРЖД. В принципе, мы вот на конференции ОРЖД, которая проходила в феврале республики, как раз я делал доклад, что же делается на ИЛАРе в области импортозамещения. То есть мы там, где можно, там, где это экономически целесообразно, будем уходить на отечественных производителей. Но я думаю, если вот этот, скажем, маховик раскрутится и задействует всю российскую экономику, эффект будет масштабный, положительный, конечно. Андрей Александрович, какова доля инновационной продукции во всем объеме производства? На протяжении последних лет 15 мы стабильно поддерживаем этот уровень на уровне 20-25%. Ну, я считаю, очень достойные показатели. И вывели продукт на рынок, конечно, это хорошо. Надо его поддерживать, сопровождать. Но мы все время живем тем, что же мы будем делать завтра. Поскольку, если ты не думаешь об этом сегодня, то завтра тебе просто будет нечего делать. Ну, что, остановиться мы не можем. Нам надо двигаться вперед, создавать новые продукты, осваивать новую технику, загружать наше производство. Не просто загружать, мы хотим расти, развиваться, быть лидерами в приборостроении на территории Российской Федерации. Ну, а дальше посмотрим на мир. К сожалению, далеко не все предприятия могут похвастаться вот таким устойчивым положением. Больше того, сейчас постоянно доходит информация о планируемых в освобождении сотрудников. Насколько я знаю, у вас не планируется никакого сокращения. Более того, вы как увеличивали зарплату, так и предполагаете ее увеличивать. За счет каких резервов? Ну, мы уже, у нас на предприятии действует тоже достаточно давно система бюджетирования. И мы, в принципе, загрузку 2015 года видели в конце 2014 года. 2015 год нам был понятен. И загрузка по 2015 году у нас ожидается на уровне 2014. То есть объем достаточно приличный. Падения мы никакого не предвидим. По численности ситуация у нас тоже стабильная. Есть участки, где мы набираем персонал. Есть участки, где люди высвобождаются, но в силу того, что начали меньше что-то заказывать. Соответственно, становится меньше работы. И людям просто неинтересно сидеть без дела. Ну, это и неправильно. Но резервы, собственно, они в том, что 2015 год нам понятен. Я думаю, он будет очень и очень неплохим все-таки для нашего предприятия. С большим интересом мы, конечно, смотрим в год 2016. Все-таки, что же он нам принесет. Если по Минобороны достаточно много трехлетних контрактов, вот цикл вот этих трехлетних контрактов заканчивается как раз в 2015 году. И сейчас, вот недавно утвердили бюджет в Госдуме Российской Федерации. Я думаю, теперь уже ведомства начнут определяться и контрактоваться на следующие среднесрочные периоды. Вот. Я думаю, от этого будет зависеть и наша загрузка. Ну, утвержденный бюджет – это хорошо, поскольку он дает определенность многим секторам российской экономики. Вот. И позволяет уже выстраивать свои планы. Ну, исходя из этого, будем действовать и мы. Открытое акционированное общество «Элара» считает себя ответственным, социально ответственным бизнесом. И какие социальные преференции, какие социальные дивиденды получают ваши сотрудники? Ну, наши сотрудники, значит, ежемесячно получают премию в соответствии с действующим на предприятии положением. По итогам работы за год, ну, то есть дважды в год мы выплачиваем 13-ю зарплату, она разбивается на две части и выплачивается по итогам работы за первое полугодие и за второе полугодие. Мы стараемся ежегодно индексировать заработную плату. То есть, конечно, смотрим на общую ситуацию. Ну, обычно размер индексации составляет 10-7 процентов. Вот, как бы стараемся, чтобы уровень жизни наших сотрудников не падал, конечно, не повышался. Мы для своих сотрудников софинансируем посещение плавательных бассейнов. Достаточно много покупается абонементов. Часть взноса платит сотрудник, часть платит компания. Вот, на конкурсной основе эти абонементы распределяются между подразделениями, ну, и, соответственно, каждый может воспользоваться. Также на предприятии у нас действует программа, по которой человек может использовать материнский капитал. Ну, то есть, я думаю, проблема эта общеизвестная, когда есть у тебя сертификат, но квартиру ты купить не можешь, потому что тут тот же, та же строительная компания говорит, принесите мне наличные, пожалуйста. А потом, а процесс обналичивания этого сертификата, он может занимать до полугода. Ну, и банки, как бы, берут приличные проценты, чтобы... Ну, да, скажем, действительно, это очень сложный и хлопотливый такой процесс. Да, мы вопрос-то отрешили, согласовали этот вопрос с пенсионным фондом, с банками, и наш сотрудник... Все законно, все легально, все быстро. Да, пишет обращение, получает беспроцентную суду. Ну, и продукт такой тоже получился востребованный. У нас мощный профсоюз, отличный совет молодежи, часто встречаемся, если есть какие-то просьбы, пожелания, стараемся их учитывать. Ну, я считаю, что администрация предприятия старается поддерживать хорошие взаимоотношения в коллективе. Мы заботимся о наших сотрудниках, ежегодно проводим социальное обследование, вообще климата психологического на предприятии, удовлетворенность людей работой, зарплатой, конфликтность. Вот если проследить, допустим, динамики последние пять лет. Динамика последние пять лет положительная. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был Андрей Углов, генеральный директор открытого акционерного общества «ЭЛАРа». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова